Здравствуйте! Сегодня поговорим о достаточно интересной теме – это протезирование на имплантатах. Условно-съемные протезы на имплантатах. Условно-съемные протезы на имплантатах могут устанавливаться при двух имплантатах – четырех, шести и восьми. Давайте разберемся, в каких условиях подходит какое количество имплантатов. Два имплантата чаще всего устанавливаются на нижней челюсти, но очень много рисков с установкой этих имплантатов, так как протез держится всего лишь на двух точках крепления, чаще всего в центральном сегменте. Со временем при жевании эксплуатации таких протезов увеличивается нагрузка на сами имплантаты, что приводит к их воспалению, раскачиванию и иногда даже имплантаты отторгаются. Мы стараемся объяснять пациентам, что лучше доставлять четыре имплантата, переходить на другие системы, но недорогая стоимость данной конструкции на двух имплантатах оставляет ее в рядах выбора среди пациентов. При установке четырех имплантатов условно-съемный протез держится за счет балки, о которой было рассказано вам ранее. Также при четырех имплантатах можно устанавливать несъемную, как временную, так и постоянную конструкцию. Несъемная временная конструкция может устанавливаться в день операции, либо на следующий день. Это является его большим преимуществом данной концепции. Она называется «Все на четырех All-info». Данная концепция All-info «Все на четырех» была предложена еще в 65-м году Броннер Марком и усовершенствована в 98-м году Паула Мало. Основная задача этой концепции в том, чтобы избежать дополнительных костных пластик и манипуляций. Именно из-за этого концепция «Все на четырех» набирает значительные обороты и становится все более актуальной, так как костные пластики, подсадки зачастую стоят дороже, чем установка самих имплантатов. Также, как было сказано, основное преимущество в том, что мы можем сразу же нагрузить временной несъемной конструкции. Основная концепция в том, что устанавливаются два имплантата в центральном отделе, где чаще всего у людей сохраняется большой объем костной ткани. И два имплантата устанавливаются по диагонали, чаще всего под углом 45 градусов. Отдаленные результаты показали, что за счет своей длины боковые имплантаты хорошо держат нагрузку, и они достаточно устойчивы. Конструкция временная, которая фиксируется в день операции, либо на следующей, она несъемная. Состоит из акрилового материала, как съемный протез, только он не снимается. Границы данного протеза проходят по границе зубов, поэтому они не мешают ни языку, ни дикции, не лишают пациента вкусовой чувствительности. Через пару месяцев вы можете уже принимать свою обычную стандартную еду. Через 4-6 месяцев от установки имплантатов и несъемной временной конструкции мы можем уже переходить к постоянному протезированию, к постоянным протезам на имплантатах. Данная конструкция позволяет расширить выбор материала, из чего будут изготавливаться ваши постоянные зубы. Их можно изготовить как из акрила, как несъемный временный протез, так и из более качественных материалов, таких как керамокомпозит, диоксид циркона. Все это выполняется на титановой балке. Либо, если мы хотим более эстетично, более легкой, тогда мы уже выходим в варианты прессованных каркасов BioHPP. О ценах на данные конструкции мы с вами поговорим чуть позже в конце ролика. Если мы устанавливаем два встречных ол-инфо и на верхнюю челюсть, и на нижнюю, то вариант выбора зависит только от ваших финансовых возможностей и от пожеланий. Мы можем сделать, как уже перечислялся выше, как из пластика, так и из керамических корон. Но если у нас конструкция устанавливается только на одну челюсть, а на противоположной у нас, к примеру, уже имеется хороший съемный протез, который вы менять не хотите, то тогда мы предложим вам вариант из акриловой постоянной конструкции. Если на противоположной стороне у вас установлены коронки, то, конечно, для продления службы нашей конструкции мы предложим вам материал либо безметалловая конструкция, либо керамические коронки. Если на одной челюсти сохранены свои зубы, то вариантом выбора станет керамокомпозитная конструкция. Все это обговаривается, обсуждается непосредственно с врачом, чтобы продлить срок службы данной работы. Концепция «Все на четырех» предусматривает конструкцию без костных пластиков, тем самым минимизируя финансовые затраты и время на реабилитацию. Но иногда бывает так, что у пациента условий в принципе нет, и мы не можем поставить имплантат ни в боковом сегменте, ни в центральном сегменте. Тогда по данной же методике есть зигома – это сколовые имплантаты. Когда кости совсем нет, устанавливаются диагональные боковые имплантаты не в челюсть, а в саму скулу. Также они нагружаются временной конструкцией на следующий день после установки имплантатов. На временной конструкции по концепции ОЛНФО при зигомах, либо при ОЛНФО классической схеме устанавливаются временные несъемные конструкции с длиной зубного ряда в 10 зубов. 5 зубов с одной стороны, 5 зубов с другой стороны. Это сделано для того, чтобы снизить риски у диагональных имплантатов, чтобы они лучше со временем прижились. Далее, когда мы через 6-8 месяцев приступаем к несъемному постоянному протезированию, зубной ряда расширяется до 6 зубов. Если пациент носил протез, он ему люб и дорог, то тогда мы в индивидуальном порядке можем адаптировать его в качестве временного съемного протеза на имплантатах. Если мы рассматриваем концепцию «все на четырех», либо на балке, либо на шести, на восьми имплантатах, при всем желании, к сожалению, мы не сможем использовать ваш любимый старый протез. Если мы говорим об условно-съемных протезах на шести, либо на восьми имплантатах, то чаще всего условно-съемный протез рассматривается как временная конструкция перед установкой постоянной конструкции. При установке восьми имплантатов есть возможность продлить зубной ряд до седьмых зубов, как и заложено нам природой. Если мы устанавливаем шесть имплантатов, либо зигома, либо концепцию ОЛУНФО, то постоянная конструкция предусматривает лишь по шестые зубы. Если у пациента устанавливается данная конструкция на одной из челюстей, а на соседней, противоположной стороне есть седьмые зубы, то, соответственно, перед врачом и перед пациентом встает выбор, что делать с седьмыми зубами. Конечно, мы говорим о том, что лучше установить восемь имплантатов, чтобы конструкция была более надежной и функциональной, но когда пациент не готов морально, не финансово к таким затратам, то мы устанавливаем концепцию все на четырех-четыре имплантата и предлагаем либо в день операции установить дополнительные шестые имплантаты в дальних сегментах, чтобы восстановить функцию седьмых зубов, либо со временем, когда уже установлены все конструкции, когда пациент уже готов, соответственно, мы доставляем по одному имплантату с каждой стороны. Конечно, пациенты просят удалить эти седьмые лишние, по их мнению, зубы, но это, к сожалению, не по-медицински, это запрещено. Если показаний к удалению данных зубов нет, то, к сожалению, как бы пациент не просил, мы их не можем удалить. На шести либо восьми имплантатах можно сделать несъемную конструкцию непосредственно с уровня имплантата. По цене, соответственно, это будет дешевле, так как не требует дополнительных затрат. Если мы говорим об условно-съемном протезировании на имплантатах на четырех, на шести либо восьми имплантатах, то можно сказать о его преимуществе, что у нас будет обязательно винтовая фиксация. Это позволяет со временем для профилактики снимать протезы, корректировать их, промывать и дальше фиксировать обратно. Винтовая фиксация достигается путем специальных элементов, вкручиваемых в имплантат. Называются мальтиюниты. Мальтиюнит – это специальный элемент, который вкручивается в имплантат и на него уже фиксируется непосредственно коронка. Мальтиюнит нам нужен для того, чтобы снивелировать наклон самого имплантата. Это нужно для того, чтобы продлить срок службы не только конструкции ортопедической, но и самого имплантата. Так как имплантаты по концепции все на четырех, поставлены под углом, то соответственно нам нужно добиться параллельности всех имплантатов. При использовании мальтиюнита требуют дополнительных финансовых затрат, так как это дополнительный элемент к съемному, несъемному, временному, постоянному протезу и к стоимости имплантатов. Но тем не менее затраты ваши окупятся сроком службы, долговечности, проектичности самой конструкции. Фиксация протезов к имплантатам бывает цементная и винтовая. Винтовая конструкция подразумевает извлечение винта для профилактики и для любых коррекций в конструкции. Если конструкция со временем раскачалась, то приходя на профосмотр к вашему ортопеду, конструкция спокойно снимается, извлекаются винты, меняются бесплатно, и мы ее устанавливаем вам повторно. На ортопедической консультации пациент чаще задает вопрос, что где-то слышал, знакомые сказали, что при установке 4 имплантатов они раскачались, что это все ненадежная конструкция. Мы пытаемся донести и объяснить пациенту, что дело не в 4 имплантатах, дело в их эксплуатации. Несъемная конструкция, будь то временная или постоянная, фиксируется специальными винтами к имплантатам. Отследить их подвижность, раскручивание самих винтов может только сам пациент. Как только пациент заметил, что произошли какие-то изменения в конструкции, она начала хлябать, болтаться, начались какие-то изменения. Сразу же обращаемся в клинику, мы проводим профосмотр, винты закручиваем. Второй из причин раскачивания самих имплантатов бывает неверно изготовленная конструкция постоянная. К примеру, чтобы избежать костных пластик, мы говорим пациенту, что мы вынуждены сделать укороченный зубной ряд по пятые зубы, но в дальнейшем уже пациент хочет и шестые, и седьмые зубы полноценно сжевать. И тогда иногда некоторые врачи идут на компромисс, делая удлиненный ряд, когда это недопустимо и не закреплено ни в одном из протоколов. Тем самым наступает раскачивание, как качели. Нажимаем едой на конец протеза, имплантат берет всю нагрузку на себя, но через пару лет он сдается и просто начинаются проблемы со слизистой вокруг имплантаты и переимплантит воспаление самого имплантата, что приводит к его отторжению. В нашей клинике все врачи проходят дополнительные обучения по всем концепциям. Следим за всеми событиями, которые происходят в ортопедическом и плантологическом мире. Хорошо это или плохо, но все врачи нашей клиники следуют строго протоколам и не идут на компромиссы в том случае, если видят отрицательные прогнозы лечения. Если мы останавливаемся на условно съемных протезах на имплантатах, то подготовка такая же, как при установке имплантатов в других клинических случаях. Мы просим сделать компьютерную томографию, пройти ряд исследований, чтобы с нашей стороны гарантировать успешность проведения операции. Также, если мы останавливаемся с вами на варианте AllInfo, все на четырех не съемная временная конструкция, то для этого потребуется ваш дополнительный визит в клинику, чтобы подготовить протез, который будем фиксировать. При установке имплантатов вы приходите в хорошем настроении в логический кабинет, вам мерят давление, встречают улыбающийся врач и ассистент, делая местную анестезию и непосредственно сама установка имплантатов. Если вдруг все же вы боитесь вида крови, либо самой имплантации, либо уколов, то совершенно спокойно можно пройти услугу имплантации под седацией. В нашей сети клиники есть такая услуга ведения имплантации под седацией. Длительность самой процедуры, если мы устанавливаем два либо четыре имплантата, занимает мало времени, около часа-полтора. Если мы все-таки переходим с вами на AllInfo все на четырех, то тогда здесь нужно заложить время непосредственно на саму имплантацию, которая длится от двух часов, в зависимости от процедур, которые вам будут делать, и несколько часов на ортопедическую часть, чтобы адаптировать тот протез, который был вам изготовлен заранее. Итак, как обещала, возвращаемся к вопросу цен на протезы. Если мы устанавливаем два имплантата и протез на двух имплантатах, то порядок цен от 95 тысяч. Если мы говорим об установке четырех имплантатов и балочной фиксации, то порядок цен от 180 тысяч рублей. Если мы с вами переходим четыре имплантата на концепцию AllInfo все на четырех, то временное протезирование стоит от 35 тысяч рублей. Постоянная конструкция зависит от материала, который вы выберете. Средние цены от 120 тысяч рублей. Окончательная стоимость вашего лечения будет после компьютерной томографии на консультации с врачом-имплантологом, который расскажет о необходимости дополнительных костных вмешательств и манипуляций и подробно расскажет, какая именно система имплантатов вам подходит. После того, как вы определились с выбором конструкции, выбором имплантатов, цена фиксируется и в дальнейшем не меняется. Данные цены озвучены ранее актуально на момент выхода ролика. Если хотите узнать цены на момент обращения в нашу клинику, следите на сайте. Также на сайте очень часто публикуется информация о скидках, об акциях на имплантаты, на съемные, несъемные, условно съемные протезы. Приходите к нам на консультацию, где менеджер обязательно сориентирует вас о дополнительных возможностях и об индивидуальной системе скидок. Если отторгся имплантат по вине клиники, то переустановкой дополнительное компьютерное исследование оплачиваться пациентам не будет. Делается за счет клиники. Если потребуются дополнительные затраты по костным пластикам и манипуляциям, то это обговаривается индивидуально. Если имплантат отторгся по вине пациента, что чаще всего бывает из-за несоблюдения рекомендаций врача-имплантолога, то это расценивается как новая услуга для пациента и, соответственно, оплачивается дополнительно. Все чаще обращаются пациенты с аллергическими реакциями. Если пациент сам знает и раньше носил акриловые протезы и знает, что на них аллергия, мы сразу делаем, изготавливаем протезы из других материалов. Если пациент боится возможности возникновения аллергических реакций, то мы заранее выдаем материал и проводим аллергологические пробы, чтобы мы заранее знали, что на этот материал у пациента не будет никаких реакций. Наша клиника дает гарантию от 1 года до 3 лет в зависимости от выбранной конструкции. В период гарантийного срока все необходимые манипуляции, коррекции проводятся бесплатно. Если протез сломался, либо произошел скол, зубы трещины, либо какие-то возникли проблемы после гарантийного срока, то это доплачивается отдельно. Если по вине пациента произошел перелом, скол или какие-то другие проблемы, то это также не относится к гарантийным случаям. За конструкциями на имплантатах надо также ухаживать, как и за своими зубами. Это обязательно гигиена, утро-вечер зубные щетки, использование ирригатора. Также обязательно посещение своего лечащего врача на профилактические осмотры. Профосмотры в нашей клинике проводятся бесплатно. На них производится коррекция по прикусу, если это необходимо. Делаются контрольные снимки для коррекции установки имплантатов. Если на профилактическом осмотре выявлено какие-либо изменения, либо необходимость смежных специалистов, то ваш ортопед направляет вас к смежному специалисту. Это либо гигиена, убираем зубные камни, либо это парадонтолог, когда мы хотим укрепить связку, укрепить десны вокруг имплантатов. Если на профилактическом осмотре врачам выявлено необходимость в значительных корректировках постоянного протеза, то на время корректировки вам фиксируется ваша временная конструкция, которые выходили до момента постоянного протезирования. Обычно это занимает пару дней. Если остались вопросы, пишите в комментариях или на WhatsApp. Также приходите на бесплатную консультацию, на которой мы подберем для вас оптимальное решение для вашей ситуации. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok